и снова всем привет я чуть-чуть отмотал назад все таки решил проверить может быть я просто в последний момент тогда последний раз нажал и как раз когда он разворачивался меня тоже просто держали сомнения плюс если вы гру добавили мини игры то это наверно было одно из них поэтому я загрузился мы же как раз сохранялись до того как я полез первый раз поэтому давайте глянем что тут вообще есть если что я просто быстро перемотаю потом на там где мы остановились и все будет нормально никто не обращал на меня внимание открыл папку одной рукой пальцы спешили перебирая бумаги ксения талаева 6 лет ушла из дома в конце декабря особые приметы ага сердце подскочило в груди на фотографии улыбалась круглая лица девочка не старшая воли первая жертва маньяка первый ребенок растворившийся бесследно в ночном лесу я перелеснул документы владимир матюхин 10 лет вова был вторым буварежка болталась на суку его имя выкрикивала отчаявшиеся взрослые повторяла глумливое эхо лилия павлова кашлянула призывая к дисциплине расшумевший учеников я дернул руку папка закрылась давайте сохранимся еще раз главное без паники милиционер стал классу спиной заскреб мелом доске противно заскрешетала незнакомцы деревне почти все друг друга знают в лицо так что чужаков обычно сразу замечают увидев незнакомца он на если он просто в маске но вдруг он знакомец финанс снова закрепил мерами убедился что никто не наблюдает открыл папку и вынул фотографии спрятавшиеся на дне они напоминали стоп-кадры из той странной передач вместо крест только вместо крестов на белом фоне корявые рябины артерии корневищ под ней подрезанные молниями сосед сосенки горельника снег много снега и вдруг а черные постройки тянуло могильным холодом но это был не склеп гараж железные судя по деревьям вокруг установленным прямо в чаще черные ворота словно засасывали меня внутрь пальцы дрогнули фотография спланировала назад в папку часть упала изнанкой к верху смотреть на остальную коробку было физически неприятно квитанция на дне папки лежали еще на дне папки лежал еще и целлофановый пакет в каких ранят вещдоки я открыл его а внутри о отрезанный палец моргнул и мираж тут же рассеялся больше не было человеческого обрубка зато был перстень а ты пальчики свои на перстень да еще и ставил а шпаренный секундной галлюцинации точно перенесся в лес и услышал слова семена перстень тускло блестел на ладони я судорожно жалку лику в кулаке словно еще подтверждение что она настоящая от неожиданности клацнул зубами давился в спинку стула затравленного моргая милиционер молча сгреб папку нахмурился больно ты любопытный петров что и силой попытался выдавить слова извиняюсь вернуть перстень но получился лишь протянуть сжатый кулак с кольцом и зары тарахтеть как двигатель у папиной машине в мороз как говорится меньше знаешь крепче спишь вот он пошел доски не оглядывайся я все же мало украденную улику и думал о семене который теперь наверняка уже мертв если вы заметите в поселке кого-то подозрительного неважно возле школы или телефон то знаете спасибо ребят спасибо лилия пол и это ну да подумай поторопитесь пороть хорошенько в оврагах может соберете как лего то 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 это было 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 так ну предлагаю так как мы прошлый раз все-таки это не сделали то загрузимся с этого момента на самом деле опасно такие улики хранить он же себе положат куда-нибудь в этот как его зовут там где кассета лежит где варежка потом найдут и скажут что я маньяка это собираю свои эти трофеи она мне надо на уроке достал тетрадь с величайшей осторожностью будто она была хрупким сокровищем по листа вчитывая в чужие предпочтения изрядно удивился обнаружив кривоватый почерк ромки рома пятифан 6 шафутинский 23 феваля гулять купить бумер видимо желание дашь талон узор черкнута швартнеггер не верь не бойся не пути на истории бяша видимо лучшие друзья и рука не знаю нас рукой как-то не обводили не помню такого буквы ли за залезали за рамки клеточек лоб на стесняя своей бесформенности грозный ромка нашел время заниматься такой ерундой но он же подкатывал к ней я улыбнулся в кулак узнав что любимый мультфильм рома даже не черный плащ а утины истории где-то уч далеко учитель декламировал отрывки из рассказа андреева кусака мне было не до него страницу ответы полинами украшали цветы и вырезки журнала cool girl полина морозно 6 в франц шуберт день рождения слушать увидеть мир роберт шуман потерять всех кого люблю то боясь а назад может ли бременский музыкант ну понятно дедушка любимая музыка шуберт лучший друг дедушка хобби не скрипка как предполагал а куда более загадочное слушать неужели такой банальный процесс может быть увлечением я посмотрел через голову одноклассников наполину нас сосредоточенно записывала за учителем о вот эти штучки я пролистал тетрадь до чистой страницы вооружу с ручкой любимая музыка любимый праздник 23 февраля это был значит праздник все таки это думаю странно твое хобби какая мечта твой герой чего боишься с мягким знаком надо больше всего твой номер телефона твой любимый мультфильм лучший друг но как бы здесь непонятно тут специальная ошибка либо все таки нет либо все таки разрабы лоханулись немного петров антон 6 в м я долго вспоминал любимого музыканта пока нам не пришла модная группа кармен с крутыми танцорами в клипах любимый праздник это просто новый год естественно хобби рисование мечта пускай будет посетить славу диснейленд мой герой не раздумывая начал по осылся на первом слоге из двух вдруг тем кто будет читать анкеты мой выбор покажет смешным и глупым обмозгов я решил что далеко не все стоит доверять бумаге паук закончил я сверху присобачил человек человек паук почему бы нет чего ты боишься больше всего написал незамедлительно потерять дорогого мне человека ну а спать мэн 90 уже был вообще суперский мульт саундтрек до сих пор классный то номер телефона никакого секрета любимый мультфильм хотел сказать трансформеров написал трансформеры лучший друг я замешался прикусив колпачок ручки лучший друг перечитали анкетный вопрос такой легкий такой важный ответом были две буквы я аккуратно вписал их в клеточки ты ты какой смел ты повторил я выныривая школы а дверь как скрипит как в моровинте морозный бодрящий воздух обдал мои щеки румянцем солнце похоже на целый яичный желток ярко светило дорогу словно отлило серебром снег искрился преломляя солнечные лучи я зажмурился улыбаясь слепительной белизне я чего-то волшебного и зовущего в груди потому что в дружбе может таиться нечто больше чё она улыбка скукожилась за деревья на задеревевших губах беша топтался в центре двора ботинки нетерпеливо и лозили по льду попробовать и попробовал обойти его как же портуна помахал рукой сгину в ранних сумерках домой иду на темно на и потом страшно она будет идти через лес на надо еще семена до закопать а то собаки найдут разгребут и улики будут немного меня папа ждет а да ты что на ну-ка чё про пейджер скажет электронный прием приемник текстовых сообщений для того чтобы отправить текст на пейджер надо было набрать телефон оператора сообщить номер и назвать абоненты продиктовать сообщения в ряде раньше кто-то работал тем что смс писал глаз непроизвольно дернулся смокла кожа я почувствовал холодок за пазухой более не понравилось слово дельце за этим словом произнесем вот так через плевок обычно скрывается темные разные темные штуки как говорил ли незнакомцы звоня нам в старую квартиру по телефону батю позови дельца есть бяша обернулся и облегчающим капюшоне он был похож на космонавта если бы он был бы звуком то скорее всего пронзительным свистом сигналом того что кто сторожит на шухере на заднем дворе как назло никого не было никого кроме мрачного ромки он стал широко в раздвинув ноги правая рука была спрятана за спину сухие губы плотно жаты глаза стреляют стреляют то то в меня то по сторонам я всей душой надеялся что ромка не видел у нас полины вместе он медленно извлек из-за спины узкая и хищно блестящее лезвие ничоси это нож стальная бабочка смерти летащая на стук сердца я сети над отпрянул и врезался в бяшу ромкина шестерка подтолкнула меня обратно хотели узнать ты не держишь на нас обид ромка принесли ковырять желтый ноготь с коварную смешку ставшись на меня ну там лесу мы были немного грубые с тобой а ты что как-то слишком уважительно говорю для того у кого нож понимает такое у нас воспитание да да вас городских далеко вот порой нас и заносит я кивнул глядя на нож же антоша я тебя в последний раз не сильно огрел да нет ну и славно затревожился что память тебе отбил и ты запамятовал о чем мы втолковывали анкета то есть хотя я не знаю мы отдали анкету уже или нет как бы не было там по анкете понятно что мы ее заполняли а раз мы ее заполняли то он мог и увидеть и если переливалась закатном свете также зло переливались зрачки ромки он шагнул ко мне поводил ножом сантиметрия куртки от куртки одно движение стали впориться паре ткань а если надавит глубже знаем к что за птичка страшно было так что я не сразу понял кто такая полина мозг сбоил колени тряслись . крашеная вдруг позади ромки неспешной походкой прошла наша староста клянусь я убью тебя так я не слышу так поле не подходил или нет мимо проходил мы так болтали болтать будешь кишками когда я тебе брюхо ничего себе каламбур чеки пошли если я плаш плашмя прошлась по моему рукаву вверх и достала до воротника ветер остужал лицо но струйкой пота стекла по виску наверное мне надо объяснить так чтоб ты понял рукой рукояти клинок завертелись в опасные пляски как лопасти вертолета сметающий все на своем пути я пытался увернуться но сделав шаг назад соскользнулся грохнулся на пятую точку амлет полины будто того и ждал бросился из-под воротника навстречу острию ножа опачки а вот это может быть плохо подвеска не дала когтю впиться в шею обидчикой и оберег глухо рухнул мне на грудь казалось колотые раны вот-вот посыпятся на меня в таком колесе что я захлебну из собственной кровью но почему-то ромка застыл словно завороженный он стоял занесенным удар для удара рукой и таращил таращившись на побрякушку рачал что-то злобные не члена раздельная потом взялся и кольнул да полин подарок одним своим видом бесил ромку но одновременно связывал его руки это длилось неестественно долгое время так что бяша с непониманием нахмурился где-то наверху скрипнул открывающийся окно адреналина уже было предостаточно и почти взлетев с места и бросился прочь ромка ожил когда я был уже далеко и бросил мне след пугающие напоминания а если бы не было все-таки бы ранил во рту стоял привкус гадкой воды которой я запил лекарства все мысли занимала только полина я бродил по дому будто пьяный подалкивал сестре толком не разбирайся чем она говорит оля же толчила без перебоя и то и дело вскидывала руки смелость как вдруг так же резко смог усавившись на меня до боли знакомым колючим мамин взглядом меня буквально выдернулась темница разума где клокочущие мысли подобно гарпиам обрушиваясь на мой скусанный мозг не давая вернуться в реальность я остался на сестру и сейчас она была миниатюрной копия мамы точнее тем в кого она превратилась момента переезда суда с ее грозной позой в виде заглавной буквы f и с дернутыми потолку бровями она брызнула ядом в мою сторону копируя мимику интонацию чуть ли не единственная человека с кем проводила все свое свободное время на мгновение мне показалось что светлый звучаемый олей за все годы стал слабее опасно затрепытался на ветру затянувшихся перемен еще немного моя прекрасная принцесса станет драконом который сторожил в ее в своей башне а это пугало сильнее подкрадывающийся камни ужасов из будущего взгляд заметался по комнате как загнанный в ловушку зверь перескакивая с одного предмета на другой снились найти хоть что-нибудь что помогло отвлечь оля оля нахохлилась однако искорка интереса сколыхнула в сколыхнула в ее изумрудных глазах и ледяной осколок занесенный снежной королевы начал потихоньку оттаивать ну ты можешь если у тебя вы вытаскивается жвостик подключить первый джойстик ко второму джойстику и управлять утками например оля преснулся смеху ледяное сердце окончательно растаяла по горячему блоку питания малютка подскочила к телевизору и щелкнув питание начала слепую шарить на задней стенке фотона явно пытаясь воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны отрывки из телепередач мочили на ламповом экране пока олили стала до канала где ловила завидное дэнди один дома там играя приставка распространенный в республиках бывший ссср неофициальным аппаратный клон третьего поколения famicom или нес японской компании nintendo famicom или нес и никогда официально не продавалась в россии 90-х поэтому китайская поделка дэнди которая была широко распространена по доступной цене искала большую популярность ну это доступная цена это так доступнее чем нес но вопрос был обывательским я даже не задумался над его значением однако оля внезапно изменилась лице и растеряна и растерял обретенную дорогой ценой детскую невозмутимость что-то случилось сестренка ставила кабель на место и вытащив испачканную ручонку стала неуклюже отряхивать пыль она явно искала в себе силы чтобы начать разговор она замолчала на секунду показал что на ее глазах выступили слезы взгляд надеюсь не мужик какой-нибудь оля взглянула на меня мокрыми глазенками и блюдцами приступ приступ такое случалось и раньше довольно редко и когда мы перебрались в этот богом забытый край мамины приступе пугающе участились оу оля поёжилась опаской выгляну в окно глаз и рот такой я сами представляю как сестерёнка такая маленькая незаметная стояла посреди кухонного проема она даже не попыталась спрятаться родители попросту ее не замечали оля 2 дернула кулачком сверху вниз имитирую удар не было легко представить что было дальше извивающая рыба согнутыми в жабры клинком брызнула зловонной слизью на маме на лицо если смерть приближалась так близко к маме как в тот день когда при при нас человека сбила автобусом и кровь размазалась по лобовому стеклу или когда бабушка отрубила голову цыпленку мама всегда впадала в странные пугающие до дрожи приступ её глаза закатывались она падала на взничь и как спиленное древо и извивалась как-то самая бившись в огонь и рыбы переворачивая стулья выплёвая обрывки пугающих фраз Оля вдрогнула как будто бы воспоминание ранило ее что тут совсем пипец заплакал а то слышно у меня дернулась бровь безумно источаемая лесом и окончательно завладевшая мама перебросилась и на нашего сильного и храброго отца я быстро шагнул навстречу Оле и заключил ее в крепкие объятия она откнулась мордашкой мне в грудь и я почувствовал как рубашка сделалась мокрой зачем они так издеваются друг над другом тоже они сумасшедшие немножко не находя как оправдать родительское поведение я запнулся слова иссякли и все что я мог так это покрепче обнять Олю вы чё блин делаете Оля в ужасе вскрыкнула и спряталась за меня вы знаете вот за эту заставку вас товарищи разработчики могут ата-та сделать вам надо ее поменять потому что будет как с этим с поле чудес в этот Якубович в Морсел Комбат так что смотрите перетвечи скорей сколько бы раз она не видела эту заставку все время реагировала одинаково как при виде совы у меня самого выступали мурашки от появления этого призрачного лица поэтому я моментально исполнил пожелания сестры эээ я хотел нажать на этот на экране появился список многоигровки идущих в комплекте вместе с приставкой она еще мигать должна воооо Или вы что, имитируете, что вы на камеру это снимаете, поэтому оно то мигает, то нет? Логотип телекомпании, представляющий керамическую голову древнекитайского философа Госяна с трех лапой и жабой на голове. Символ ужаса детей России 90-х. Это... Достатно, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровнями одной и той же игры. Гусь-хант. Мал-би, это, видимо, самолетиком вот этот. Блин, как же он назывался? Ну, тоже что-то с пчелами-би. Вайлд-ган, лунер-бол. И все, да? То есть пять игр, по сути. Ну, ганман этот, который идет на этот и стреляет, собирая разные оружия. Наверное, но я подобрал серый прямоугольный джойстик и стал выискивать в пиксельном многообразии знакомые английские слова про утиную хоту. Фоновая музыка подействовала на волю умиротворяющей, и она спокойно поинтересовалась. Но музыка, кстати, другая. Ну, я так понимаю, тут как раз авторские права могли бы а-та-та сделать, потому что там отчаять мелодии было. А как твои дела в школе? Да, знаешь, панкету заполнил. Чуть не зарезали. В принципе, как обычно. Я с одной девочкой подружился. А она красивая? Я смутился. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Джойстик, притом хоть нормальный. То, что с этого боку. Ха-ха, ты засмущался. Значит, очень красивая. Перестань, Оль. Влюбился, влюбился. Оля, блин, сейчас не буду с тобой играть. Ха-ха, да я пошутила. А ты нас познакомишь? Ну, может быть. Так, ну, через пару неделек, может быть, сейчас это самое. Вначале Катьку скушают, а потом Ромку... И тогда... Хотя, скорее, там будет Бяшу утащит. Перед Ромкой. А как её зовут? Полина. А ты пограснел! А где вы будете жить, когда поженитесь? Ха-ха-ха. В лесу, блин. В гараже. В железном. Мы будем играть или нет? Я вставил световой пистолет в гнездо от второго джойстика под смешок сестры. Чуря первая! Get ready. И собака другая. Точно тренировалась? Хе-хе-хе. Вживую сложнее. Так, один промазал. Перфект. Считай, это я тебе поддалась. Ну, я понимаю, конечно. Ну, уже лучше, да. Молодец. Да ладно? Как я бы не попал? Ничья. Нет. Да ты виноват, что я промазала. Конечно. Давай, может, всё? Поиграли и будет. Ты чё? Антон? Антон? Она докричалась до меня только с третьего раза. Антон, тебя к телефону. Девушка какая-то. Оу, май. Я моментально протрезвев, моментально протрезвев, а метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Я схватил трубку, прижал к груди, значительно глядя на маму. Она лишь пожала плечами, удалилась в комнату на ходу, собирая разбросанные воли игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. А, ну да. Она сама молодая. Не мешаю? Нет, что ты. Сдала бы, как она, как дорого мне может обойтись этот разговор. Чем я рискую? Просто отвечая на звонок. А Катя такая на линии сидит, короче, это самое, и прослушивает. На тумбочке лежали карандаш и потрёпанный блокнот. Или этот. У Кати где-нибудь там за стеной сидит, короче. Слушает. Спасёт её. Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге. Рисую хоть яичные завитки, так и норовящий соединиться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честный буду. Ну? Конечно. Нет, давай молчи. И не говори. Ври дальше. Карандаш вывел женский профиль, глаз, длинные ресницы. Полина сказала полушопотом, наверное, чтобы дедушка не услышал. Опять же, как бы её не утащило потом под конец лес. Мне здесь ужасно тоскливо. Бегу-бегу через лес ночью. Дома? В посёлке. Здесь никогда ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. Ну, да, зато происходит же. Дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Ну, у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про... Ну, голос этого места. Он не мелодичный. Всё шуршит, как патефонная игла. Крепит. Воет изыскать. Тут неуютно. Тесно очень. Не знаю, как объяснить тебе. Грифель набросал дом, окружённый высокими деревьями. Кажется, я от тебя понимаю. Моя сестрёнка говорит, что чувствует себя заточённой в темницу. Вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. Ну, опять же, а куда ты пойдёшь, если только у тебя, видимо, дедушка остался? Так хочется убежать. Далеко-далеко. В лес подумал я чуждённо. Молью хвойные лапы убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть, а ветви закрывали от посторонних глаз. На шерсть, а? Я рисую, будто путешествую. У меня так же со скрипкой. Убежаю пасучку в небо. Я осознал, что рисую нож-бабочку. Зачиркнул. Воспоминания о Ромке испортили настроение. Не давая ответить, Оля спустилась по ступенькам. В её руке была зажата книжка с розовой обложкой энциклопедии «Маленьких принцесс». Я прикрыл ладонью трубку. Я разговариваю. Что случилось? Почитай мне, пожалуйста. Мама уснула. Иди к себе, я сейчас. Только быстрее, ладно? Окей. Ладно. Последнее слово прозвучало излишне раздражённо. Я вздохнул, наблюдая, как сестерёнка семенит по лестнице. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг. Размышляя о девочке, за которой мне грозит смерть, от ножа я поплёлся на второй этаж. Рассказать бы отцу, попросить его мужского совета. Но из-за новой работы его до поздней ночи не бывает дома. Родителям не до меня, если не сказать грубее. Ну, где твоя книжка? Я сёкся, детская была пуста. Наверное, пробралась ко мне. Я зашагал по коридору. Тени населяли комнату, за навеска колыхалась, будто кто-то хоронился за ней. Я улыбнулся, тихо прокрался к окну и распахнул штору, а там сова. Оп. Вот вон она попалась. За тканью никого не было. Окно, как огран телевизор, показывал зимний пейзаж. Фонарь, поля и в самом его центре бредущие фигурки. Алиса и Оля. Ёб твой. Я ахнул, прижал кулак к рту. Впился зубами в кожу. Алиса уводила в чащу мою сестру. Понадобилось меньше минуты, чтобы в торопях одеться. Я в торопях сходился и вылетел из дома. Сердце стучало пулеметной очередью. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рост позволял распознать в них мою сестру и девочку-лисицу. Я помчался к забору, слышав ой ветер в ушах и ритмичный скрип под подошвами. Фигура повыше шевельнулась и устремилась к чащу, бессловно будто конкобежец по льду. Я заметил шаг и коснулся очков, тщетно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невинно выносимая снежинка. В животе закопошилась проснувшаяся змея. Стало тошно. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Наконец, я настиг сестренку, одетую в одну курточку. Оля! Ты видел лисичку? Оля, зачем ты вышла на улицу? Если мама узнает... Сестра замерла... Замерла к таге лицом. До нее было рукой подать. Я зачем-то положил озябшую кисть ей на плечо, наверное, убедиться, что это все не сон. Ёб твою! В мою сторону торчал острый клюв со всех сторон, усеянный мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы. Нечто в птичьей маске таращилось на меня. Не узнает! Голос был точь-в-точь, как Оля, но за перьями и картоном таился некто иной. Я рванулся прочь, словно меня стеганули нагайкой. Вищество маски лишь притворялось Олей, чтобы выманить меня. Я бежал со всех ног, утопаясь в снегу. Дом впереди стремительно увеличивался. Желтый свет в окнах дарил надежду. Там мама, сестра, спасение. За спиной было тихо, как будто никто не гнулся за мной. Может, потому что совы умеют летать? Бесшумно. Я уже карабкался по крыльцу, как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. Ерошиный волчок выпал из угольной тени дома, преградив путь. Он двигался дерганно, хаотично, словно приплясывал какой-то жуткий танец. Или корчился в припадке. И пускай я отчетливо видел, что волчья морда – обыкновенная маска, что-то в судорогах его бороть не заставило меня кочнеть. Ряженый потерся боком, а столб крыльца и припал на четвереньки. Выгнулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза борозины засверкали. Но зверь не нападал. Он то полз вокруг по-пластунски, то трусил на четырех конечностях. С отвившей челюстью я перебирал ногами, пытаясь удержать его в поле зрения. Из-под прорезей маски сочилась жидкость, тягучие капли падали на доске. Слюна, догадался я. Какая-то сила толкнула меня в спину, шепнула «Спасайся». Штакетины забора замельтешили. Я снова бежал в обратную сторону к зубчатой и пахнущей хвоей кромке леса. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади будто забыв человеческую речь рычал. Грр, грр. Правая нога застряла в припорошенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рухнула землю. Подо мной струила лизебучая снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вырвала меня из ловушки. Тьма прокралась, подкрадывалась все ближе, напоминая едкий дым погребальных костров. И я снова побежал, вдыхая колючий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, я обронил шапку, и уши запекло от лютого мороза, пока сам я весь взмок от пота. Поле, наконец, закончилось. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я юркнул за деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрываясь ладонью лицо, чтобы случайный сук не лишил глаза. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники, гнавшие скотину прямиком в мясорубку. Озел выбывшихся из почвы корней прихватил за стопу. Я врезался в шершавый ствол, сполк самому его основанию и в панике оглянулся. Первым желанием было кинуться к ней и обнять ее. Но я поборол себя и плотнее притиснулся к сосне. Шапку принесла. Она подтянула у меня потерянную шапку. Она хихикнула. Я подтверждительно смотрел то на нее, то на шапку, будто боясь, что в руке лисы окажется что-то вроде отрубленной головы или еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. Я собрал ее, натянув по самые брови. Я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя что ли? Нет. Отчего же ты убежал? Так могли и покусать. Ответ был очевиден, но покатав мысль на языке, я лишь пробурчал. Поэтому я намекнула, что не называю тебя дурачком, но назвала тебя дурачком. Она подошла вплотную и взяла под локоть. Я почувствовал запах мят и апельсинов и сгоревших бенгальских огней. Захотелось наклониться к лице, чтобы распробовать все тонкости и ароматов. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Нет взгляд такой. Я твой друг. И они. Я быстро вернулся туда, куда показывала лисичка. На краю пушки появились дети в масках. По крайней мере, все они были небольшого роста. И один очень пухленький. Волчок, сова и медвежонок. Они фыркали, вдыхали, явно утомившись от бега. А я зайчик, типа же, да? Маленькая девочка, которая могла быть совой, да? Если это не Оля, действительно, то получается, это та девочка, которая первая пропала. Потом, получается, это тут Вова и наш толстячок. С другой стороны, они уже до этого танцевали там, поэтому... Ну, был ли там медведь? А ну как получается? Если дурак, то бегай, докопай. А если умный, то дожди пока другие набегаются, накопаются и устанут. И уж так дозвать разговор. Тут, по-моему, все со странностями. Я понял, что стою с открытым штом и бессильно опущенными руками. Не знаю, как реагировать на слова поздних гостей, я все-таки выдавил подобие улыбки. Они начали переглядываться. Кто-то даже фыркнул, словно услышав шутку. Рука, рука забинтована. И нету пальца, похоже. Это ж забинтованная, это не перчатка? Нет, это наш! Неужели нашли? Ножайчик. Да-да, похож. Бесившись от радости, волчок начал махать частью костюма, словно хвостом. Ну, конечно, ты первый. Это волчек раньше всех почуял зайчиков тебе. И рассказал нам. Здравствуй. С нашей совышкой ты знаком не понаслышке. Не такая уж она и страшная, правда? Да, наверное. А этот улыбчивый бугарь, медвежутка. Медвежутка. Реально жутко. Ты лучше с ним по-ласкай, а то голову откусит. Зачем это? Так он разве не кабан? Да. Смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Да не только. Я все сомневаюсь в благих намерениях причудливых зверят и спрятал руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных масок вместо глаз. Алиса Негрона отбоченилась и как-то ухитрилась подмигнуть своей рыжей личиной. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчике, чтобы ты не так боялся нашего визита. Да, можно вообще не приходить, а? У нас разве есть колокольчики? Чёрт, я звенеть не буду. У меня лапка болит. Намёк, видите, чтобы люди поиграет, поняли или попытались понять. Хотя, опять же, мы бы не поняли бы, если бы в эти улики не залезли, да? Так что хорошо мы, что глянули. Моя улыбка стала настоящая, но я не думаю, что если бы мы знали, ну, посмотрели бы сейчас и перелистнули бы до этого момента, что тут что-то изменилось. О, зубы показал! Это добрый знак! Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. Опачки! Полина? Серьёзно? Нет, но... Я? Либо это Катя, потому что она слишком много знает. Как ты умеешь читать по-человечески? Зря я, что ли, в школу хожу день это дня? Она кокетливо запела. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Я осторожно засмеялся. Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив привлекали. Было в них что-то особенное. И в этой пушке, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот. Земли в тёмное небо. Как на прокрученной задом наперёд плёнке. Дети в масках приблизились, и я ощутил их прикосновения. И они хлопали дружески, трогали мою одежду, словно проверяя, что я настоящий. Но их прикосновениях не было звериной злости. Лишь чисто незамытнённое любопытство ребёнка. Но я почему-то сказал про себя. Им можно доверять. Снежинки всё планировали ввысь. Никто тебя больше не обидит. Драк. Пусть только попробуют. Ну, смотрите, из того, что я знаю, то, что я расподелил себя, Семёна тоже над Семёном издевались. Вот. Поэтому у него может быть действительно, он тоже, в принципе, теоретически может быть в этой компании. Хотя, по-моему, равнозначно его могли бы и скушать за плохие поступки. Так и сделать медведем, да? Маленькая девочка, но теоретически могло у неё что-то быть. Хотя нет, подождите. Знаете что? Ну, вот этот Вова мог бы быть, да? Это самое. Полина ненавидит собак. А это любит. Типа, либо всё равно ещё хорошо к ним относится. Либо это маскировка такая. Блин, сложно сказать. Лиса тихонько пихнула меня в плечо и рассмеялась. Ну что, Тоша, убежишь с моплями или с нами пойдёшь? Куда? В лес. На аттракционы! В эту секунду далёкий звук флейта нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный, таинственный он вызывал в памяти звон хрусталя и журчания стутёного ручья. Если какие-то сомнения оставались, то песни флейты развеяли их. Я пошёл за новыми друзьями прежде, чем принял решение. Ноги сами переступали. Образованные соснами туннели раздвигались. Кусты кланялись перед нашей процессией. Флейта напоминала сон. Ведь даже поляну, на которой мы выбрались, я видел во сне. Флейта, как чудесная птица, царила где-то высоко между тёмных крон. Снежинки, взлетая, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветви в серебряный цвет. Толиса зачарованно ахнула, и я разделял её восторг. Задрав голову, я смотрел вверх. Волчок одобрительно забыл. Я покажу гораздо больше, если захочешь. А я хотел. Как сильно я хотел увидеть то, что видела Лисичка своими спрятанными в полутьме капюшона глазами. Теперь смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я. Точно голый на янтарском ветру. Скажите, а зачем вам маски? Я не боялся, хотя меня и трясло. Дрожь была не от холода, а от странного волнения, предвкушения чего-то невероятного. А тебе зачем? Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки? Человеческие дрязги. Я же говорила, все жители поселка носят маски. Только скрываются за ними одни дни люди. Ай! И даже я... Тихо. И даже я... Спросил Антон. Тихо, это такой рассеянный Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. И шапку. Я увидел маску, которую Алиса мне протягивала. Ту самую маску зайчика, похожую на серебряный слиток в лунном свете. Любопытно стало, как изменится мир, если взглянуть сквозь прорези. Других вариантов нету, да? Но вдруг, с трудом просачиваясь сквозь мелодии флейты, меня посетило зарение. Очки, которые они нашли, были у Семена. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Или хуже. Медвежонок и Сова переглянулись. Волчок сжался комочком, а лисичка чуть опустила острый носик маски. Тот, кого держали в клетке. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Он мил бы я крестить, или крестился бы. Так, интересно. Хотите сказать, это был человек? Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Одно слово. Взрослых. В мире взрослых так легко потеряться. Убийцы, жестокие дрессировщики. И равнодушные родители. Ах, лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. И я сегодня какой-то негрустный. Антон, а ты? А? Я задумался, глядя в лес, пытаясь определить, откуда доносится звук флейта. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за чистоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейты. Так что, сядем тосковать или займемся отдыхом? Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы. Семенос, кушаем. Да, кушаем. Лисичка извлекла из кармана в горсть конфеты, вручила по очереди всем детям. Зашушали фантики. Тут же запахло ананасом, какао и дыней. Последнюю конфету вафельную, мою любимую, Алиса вложила мне прямо в рот. Вау. И еще и так пальчик туда. Язык обволокло пряностью. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, от которой пробегали яркие искорки. Замешков, я прожевал вафли шоколад, проглотив их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. Спасибо. Благодарность вышла глуховатой, потому что губы мои уже касались маски. Я не заметил, как поднес ее к лицу. От папьема шеи сходило тепло, маска льнула кожей и приятно пощипывала. Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, мурчав от пенной воды. Твоё же! Это твоё! Мое! Чего стоим? За нас веселиться никто не будет. И то верно. Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Не терпелось выпустить эту энергию, тот жар, который меня наполняла чарующая музыка. Свопрыгнула и исчезла высоко вверху. Фига себе. Головой раздался ее смех, а потом она приземлилась обратно, форчая и отдуваясь. И ты так можешь! Попробуй! Я попробовал. Цветная картинка, даже ничего себе. Ноги оттолкнулись от земли, и я взлетел ракетой к звездам и закричал от счастья, увидев своих друзей внизу. Ветер помогал мне лететь, словно я скакал на громадном батуте. Звезды казались яркими блестками, от которых можно дотянуться языком, слезнуть. Луна стала ближе, а потом я полетел вниз. Лишь на мгновение испугался, что сломаю ноги, но подошвы твердо встали на снег. С нами ты в безопасности! И все твои мечты станут явью! Я так счастлива, наконец, обрести тебя! Так, подождите, как... А, это авто... А... Симпатично же. Зайчик! Смесят восторга я понял главное. Эти четверо не причинят мне вреда, а настоящие враги. Я чувствовал это в каждой шерстинке своей маски. Те, кто далек от волшебства. Люди из поселка. Еще я понял, что все вокруг по-настоящему живое. Я услышал, как стонет под стегом сухая трава, увидел, как у деревьев и звезд есть лица. Деревья ухмылялись, а звезды корчились страхи. Правильно, бойтесь. Я допрыгну до вас и... Я щелкнул зубами, затем закричал ликующе и прыгнул одновременно. С лисой. Мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе. Я закружился, а лиса закружилась в такт. Я знал, что она улыбается. И улыбался сам. Афлейта все играла и играла, унося нас ввысь. Тебя что, заколдовали? Расколдовали, сонно подумал я, отклеивая подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все от чего-то вновь слонялись по классу, передавая друг другу записки, шушукались. Их физиономии казались выцвешими масками, блеклыми и скучными. Я зевнул, вспоминая, как парил высоко над лесом и рядом смело с лисой, и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка это был сон. Потому что из лесу я не возвращался, а проснулся дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками. Ну, кстати, насчет таблеток. Возможно, если у его мамы приступы, то то же самое, как бы и у него. Но меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцам. Куда важнее было чувство полета. Знание о том, каково висеть над пиками величественных сосен и скалится на луну. Че, пропала? Я брошу взгляд на пустующее место впереди. Катя пропала. А я ей говорил. Я говорил этой дури. Не надо провоцировать маньяка, если это действительно был маньяк. Сон как рукой снял, я недоверчиво нахмурился. Как пропала? Почему что? Катя! Ох, на этом и закончилось. Ничего себе! Делишки, да. Просто окей. Этот самый товарищ наш, Бабурин, ему было за что, да, там? Но маленькой девочке за что? Она плохо себя не вела вроде бы. Ну, наверное, все-таки. И пацан этот, Лова, тоже не был похож прямо на какого-то отвратительного персонажа. Ну, на фотографии, я имею в виду, так-то хрен знает. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Ну, а пока что прям очень круто. В следующем эпизоде пропадет, видимо, Рома и Лебяш. А в пятом как бы не Полина. Либо и Полина даже в четвертом, а потом мы будем разбираться, какого хрена происходит. На этом все. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алик Страга. Всем пока. И да, скажите, может быть мы действительно быстро пройдем на разные вариации и посмотрим, что будет. Теперь точно все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok